Сегодня пойдет речь о безопасности в интернете вещей, и свой доклад я построю на том опыте, который есть у нашей компании в защите именно систем в области промышленного интернета. — Хочу начать с фразы, которую он привел на конференции «Connected Future». Мне она очень понравилась. Если я правильно помню, то вольный перевод звучит так, что когда после прилива будет отлив, будет сразу ясно, кто плавает без трусов. Мне очень понравилась эта фраза. Сейчас мы находимся в стадии развития схем сбора данных с каких-то IT-систем, но через какое-то время произойдет отлив, и мы уже будем работать с системой управления какими-то системами в IoT. И тут уже будет понятно, насколько крепкая система в части безопасности. Такие картинки, я думаю, мы все давно наблюдаем на разных конференциях. Процентное соотношение приблизительно такое сохраняется. А с точки зрения критичности и последствий этот ландшафт будет выглядеть вот так. Мы видим, что в красной зоне система, которая имеет критичное значение в части управления различными системами. Несколько кейсов. Наверное, многие из вас слышали о Мирай, слышали наверняка об атаке, которая привела к последствиям в атомной энергетике Ирана. Есть кейс с уязвимостями, которые были найдены в системах управления автомобилями, в системах, которые связаны с медициной, в различных кардиостимуляторах и мониторинг сердечного ритма детей. И последствия могут быть очень серьезны, если эти системы бы не только обеспечили мониторинг, но и управление. Это вот как сегодня выглядит, а это вот как выглядит завтра. Допустим, компания, которая, представьте, например, ваша, обеспечивает какие-то системы, например, управления автомобилями умными, окажется потом, что ваш автомобиль, который под вашим управлением находится, попал в аварию. Или, например, радиоканал, который обеспечивает управление системами водоснабжения, взял просто и перекрыл всем воду в районе. Кто будет за это отвечать? Такие вопросы могут возникнуть. И во всех крупных компаниях, в том числе и в операторах связи, существуют отделы, которые занимаются риск-ассессментом. И, ну, попросту говоря, безопасники. Соответственно, любой кейс, который вы согласовываете для развития бизнеса, приходите, оцениваете, согласовываете этот кейс с ним. Если у вас нет правильного ответа на вопрос, а что вы будете делать, если вашу систему взломает, какая у вас система безопасности, вам просто не дадут его запустить. Ну, вот этот тезис, который я вначале озвучил, то, что реального опыта в защите IoT немного, достаточно мало, поскольку сфера новая. И то, что мы предлагаем, это основываться на том опыте, который есть в защите средств ОСУ-ТП. Если говорить о схеме, как большинство систем устроено, да, у нас есть нижний уровень датчиков, есть система сбора данных, есть дальше система передачи данных. Платформы и аналитикой, дальше уже в вертикали. А вот как выглядит эта же схема, если мы добавим, соответственно, уровень безопасности. У нас появится уровень безопасности датчиков среды сбора данных, безопасность сети и безопасность платформ. Чуть подробнее рассмотрим, какие угрозы у нас на уровне датчиков и какие меры по их защите можно использовать. Ну, большое значение имеет проблема регулирования этих устройств. Если брать те атаки, которые были на ботнетах, к сожалению, часто причиной того, что эти устройства вскрываются, бывают какие-то уязвимости, которые вовремя не были пропатчены в устройствах, или были установлены слабые пароли, или шифрование недостаточно было. И, в принципе, традиционными средствами закрывать их сложно, поэтому здесь нужен специализированный подход. То, что мы предлагаем использовать на этом уровне, это различные фаерволы, правильное шифрование, правильный IOT hardening, device hardening и правильную безопасность на уровне wireless беспроводных сетей. Вот некоторые примеры того, что мы успешно уже применяем в таких системах. Можно будет скачать доклад, чтобы подробнее посмотреть, если вас что-то заинтересует. На уровне сети, вот приблизительно так это выглядит. Но, на самом деле, основная задача – это передать надежно и безопасно, помехоустойчиво ту информацию, которую вам нужно донести от уровня сбора данных до платформ. Соответственно, угроза – это потеря данных, подмена данных, неправильное, соответственно, с точки зрения регулирования, compliance в управлении этими системами, различные DOS, отказы, вскрытие аккаунтов и, соответственно, malicious insiders – это если у вас пользователи, которые у вас в сети зарегистрированы, они, вернее, управляющие администраторы, которые могут нанести вред. Среди средств, которые применять на этом уровне следует, это CM, аналитика, firewallы, IDS-системы, anti-DDoS-системы, использование правильных VPN-протоколов для безопасности. Здесь перечень тех устройств и систем, которые мы используем для того, чтобы защищать. Следующий уровень – это уровень платформ. Он, наверное, самый насыщенный. И здесь довольно много всяких проблем, уязвимостей, которые создают трудности здесь. Самое большое многообразие, сложности возникают. Поэтому здесь самое большое количество систем, которые мы предлагаем использовать на этом уровне. Как видите, это сейчас довольно большое развитие получили системы Honeypot и Anti-IPT. Дальше традиционная система IDM, WAV, Anti-Fraud, DLP, CM, Firewall. Наша компания также разрабатывает системы. Я думаю, что многие из вас слышали о том, что недавно стояла сделка по продаже нашей дочки компании Ростелеком Solar Technology. И, в общем-то, наш центр информационной безопасности – один из лучших на рынке. Накуплен у нас очень большой опыт за длительное существование компании и время. Мы это все умеем делать. Редактор субтитров А.Семкин